Здравствуйте! Вы снова на канале Айспик, альтернативная история при Черноморье и Кавказе, и с вами я, Олег Павлюченко. В этой части фильма, в котором мы исследуем положение полюсов за последние 300 лет, мы рассмотрим траекторию падения спутника Земли, естественного спутника, который, по моему мнению, был Леля, именно Леля. И это был достаточно небольшой спутник. И это падение произошло не 13, не 100 тысяч лет назад, а произошло оно в 17-18 веке. И вызвало ту катастрофу, которую мы ранее с вами рассматривали в наших фильмах «Гибель Тартарии» и «История Великой Тартарии». Что же могло вызвать падение спутника? А вызвать его могла война. Как мы уже знаем из наших предыдущих работ, с начала 16 века между отделяющейся Европой и мегаимперией Тартария развязалась война. И шла она достаточно долго. И вот кто-то в горячей фазе этой войны, по датировке официальной истории, в 1570 году применил оружие массового поражения. И, скорее всего, это применение было обоюдным. Вследствие чего стерты с лица Земли были огромные местности на планете. Но мы это уже с вами все рассматривали. И в этой же войне был нанесен удар, видимо, и по спутникам, по тем трем летающим городам. Это мы с вами тоже уже рассматривали. Что конкретно было повреждено у спутника Лели, сейчас сказать очень сложно. Но этот спутник начал терять инерцию и притягиваться землей. И притягивался он, потеряв инерцию, несколько десятилетий. И это мы с вами опять видим, что сначала произошла горячая фаза войны из наших же фильмов, при котором было применено оружие массового поражения большой мощности и серо-выжившие огромные территории на нашей планете. Но сам потоп произошел через 20-30 лет. Если провести параллель из официальной истории, то есть война происходила при правлении Ивана Грозного, а потоп, вызванный падением этого спутника, произошел в правлении Бориса Годунова. И по версии официальной истории Борис Годунов правил в 1601 году, когда это событие и случилось. Вернее, рамки его правления чуть шире, но в 1601 году правил именно он. Потом мы провели с вами уже хронологические сдвиги сначала на 25 лет, а потом у нас хронологический сдвиг получился в районе 100 лет. То есть реально все это произошло на рубеже 17-18 веков. Но вернемся к рассмотрению падения спутника. Перед падением спутник был все-таки разрушен, потому что если бы он упал целиком, биосфера Земли бы, конечно же, не выжила. Но кто-то разрушил этот спутник. И не просто так. И дальше мы с вами в этом фильме это увидим. По падению его частей на поверхность нашей планеты. И еще замечу, что современная Луна, оставшаяся одна из трех бывший месяц, очень странно себя ведет на своей орбите вокруг Земли. У нее есть точки, когда она подходит на максимальное сближение. И по законам физики она должна притягиваться и дальше. Но вдруг почему-то она, не меняя сил своего вращения, скорости вращения, вдруг начинает от Земли отдаляться. Это, конечно, загадочная ситуация, но пока мы по этому поводу сказать ничего не можем. Скорее всего, в спутнике Леля был нарушен этот механизм. И как мы уже говорили в предыдущих фильмах, все оставшиеся после войны применение оружия массового поражения земляне о падении этого спутника знали. И это мы хорошо видим потому, как население попряталось в подземельях Парижа и практически всех европейских городов. Где большая часть этого населения и погибла. Потому что волна от потопа прошла огромная и, скорее всего, затопила большие части этих подземелий, где люди просто утонули. Но все-таки были те, кто и выжил. И их было, видимо, немало. И еще раз я обращу внимание на технический уровень прошлой цивилизации. При сегодняшних таких обстоятельствах не выжил бы никто. Может где-то в бункерах, в закрытых правительственных бомбоубежищах. Но население, выжившее при этом случае современном, было бы вообще настолько минимальным, то было бы тысяч 10-20 человек. И также хочу заметить, что любой искусственный спутник, вращающийся на орбите вокруг нашей планеты, без коррекционных двигателей, неуклонно на нее падает. Как падает весь космический мусор. Правда, через какое-то время, когда первая космическая скорость снижается, все равно в космосе есть какие-то силы трения, хоть и небольшие, но неуклонно она снижается. А при значении скорости объекта, летящего по орбите Земли, ниже первой космической, он неуклонно на нее падает. Потому все станции и космические корабли периодически включают коррекционные двигатели. И к ним подвозят запасы топлива, чтобы они это делали. Что происходит с нашими спутниками, естественными, вернее сейчас с одним, как я уже сказал, мы пока не знаем. Какой процесс отдаляет его от орбиты Земли. Так вот, чтобы найти следы падения спутника Леля, мы включим логику. И этих следов, как мы увидим дальше, будет немного. И еще хочу предостеречь слушателей моего фильма, которые потом будут мне писать в комментариях и показывать кучу следов от падения небесных тел на дне океанов и суши. Вот те следы никакого отношения к падению Лели в 17 веке иметь не будут. Кто-то мне начнет показывать след около Филиппин, кто-то мне начнет показывать след в районе Магелланово пролива. Но здесь мы включаем именно логику. Что мы знаем о падении Лели? Что в 1625 году изменились карты. И на них появился Гудзонов залив и Камчатка, то есть Охотское море. Так вот, эти следы должны неуклонно быть недалеко от этих объектов. Либо эти сами объекты и есть следы падения спутников. Следы падения спутника Лели. Вернее, ее частей. Так что другие следы рассматривать в этом случае не нужно. Эти следы, конечно же, есть, но это от более ранних катастроф. Напомню, что прошлая катастрофа на Земле, уничтожившая мегалитическую цивилизацию, по моему мнению, происходила как раз вот эти вот 13 тысяч лет назад. И вот эта цивилизация, которая погибла в 17 веке, она развивалась как раз в период между 13 тысячами лет назад и своей гибели в 17 веке. Но из исследований Клесова четко видно, что люди появились в Европе и вообще в Евразии 5-6 тысяч лет назад. Это как раз те гоплогруппы R1A1 и R1B. Вся история прошлой цивилизации касается только представителей этих гоплогрупп R1A1 и R1B, выделившихся из одной гоплогруппы R1A. А кто это такие, вы прекрасно понимаете. Конечно же, жили еще и другие народы, но вот такой момент, когда Чингисхана снимают в виде китайца, он действительно режет слух еще больше, чем фильм «Матильда». Не говоря уже о фильме про Ивана Грозного. Но к этому мы вернемся позже. Кто жил на земле до катастрофы 17-18 веков, я думаю, вы поняли. Но жили еще и другие народы. Численность их, конечно, была не очень большой. Так вот, еще раз повторю нашу логику, что следы падения кусков или частей спутника Леля мы будем искать в районе Гудзонова залива и Охотского моря. И эти точки мы соединим, получив часть траектории падения спутника на Землю перед столкновением. Но была ли эта траектория постоянной у спутника Леля, мы не знаем. Но эта траектория именно перед падением. И как вы дальше увидите, она будет проходить через приполярные области планеты Земля. И еще вопрос, который у нас возникнет дальше в фильме. Кто же разрушил Лелю? Или что разрушило Лелю? На этот вопрос пока ответить тяжело. Варианта 5.2. Либо Лелю разрушили люди, для того, чтобы минимизировать последствия ее падения. Либо ее разрушили гравитационные силы какие-то. Но я думаю, далее вывод вы сделаете сами. Итак, перейдем к компьютерному экрану, так как там легче все это показать и нарисовать. Итак, попробуем провести исследование. Вот земной шар. Запомните примерно его очертания. Африка, Америка, Магелланов пролив, область Северной Америки с Гудзоном. Вот Гренландия с островами. А вот Северный полюс. Вот это вот очертание современного Дальнего Востока. А теперь перейдем к одной из карт. Это испанская карта 15 века. И давайте посмотрим на нее. Вот очертания Дальнего Востока. Вот Япония. Вот та земля, которая называется Гипербореей. И она четко нанесена на эту карту. То же самое на части западного полушария. Вот Антарктида. И район Магелланового пролива. Здесь, правда, есть неточности. Австралия соединена с Антарктидой. Это, скорее всего, так не было. Судя по морскому дну, этого быть не может. Но Австралию мы изучим после. На этой карте мы реально не видим ни Гудзонового залива, ни Охотского моря. Запомнили? А теперь вернемся к картам. Что мы видим теперь? Мы видим вдруг появившееся Охотское море. Начнем изучение этого района с этой местности. А теперь поищем следы. Что могло вызвать такое тектоническое изменение из-за топления вот этого вот большого куска суши. И мы видим след. Вот он. Вот он, след падения какого-то большого небесного тела. Скорее всего, куска. Разрушенного спутника Леля. И этот кусок подходил к поверхности планеты по пологой траектории. В этом месте он коснулся поверхности планеты. Дальше шла Рытвина. И вот здесь мы принесем весь, вся масса его на поверхность Земли. Он нам задает примерную траекторию полета своей формой. Этот спутник и вызвал тектонические изменения. Этот кусок спутника в этой местности. То есть район тектонической активности после его падения. И эта тектоническая активность похоже и сдвинула вот этот гребень. А также образовала Охотское море. Этот кусок суши был затоплен. А Камчатка это часть незатопленного. Куска этой суши. Где был примерно еще один след падения. Вот мы видим примерную траекторию. И она как раз у нас совпадает вот с этим следом. который вызвал трещину в земной коре. Вот этот след и этот след. Так мы с вами получили две точки, которые задают нам траекторию падения Лели перед столкновением с Землей. Вернее траекторию падения ее частей. Перед падением, как мы говорили, скорее всего, она была разрушена. Что произошло в этом районе? Судя по той карте, примерная граница очертания берега в тот момент были вот такими. Какими-то. И здесь находилась где-то на реке Колыма область Камбалу. А вот здесь вот находился город Магул и Тартар. Так что этот след упал практически в береговую линию. В той местности, которая опустилась и теперь это Восточно-Сибирское море. А вот эти острова остатки этой суши. Еще раз посмотрим на карту. Вот этот кусок. И удар части спутника как раз пришелся вот в эту вот местность и вот в эту вот местность. Вот так вот примерно проходила траектория. И оба этих удара вызвали вот здесь зону тектонической активности. Теперь мы понимаем, как появилось Охотское море и как появилось Восточно-Сибирское море. Но еще самое интересное, что же у нас вот с этой вот землей бывшей Гипербореей. И получается, судя по картам, эта земля существовала до катастрофы 17 века. Опять перейдем к гугл-карте. Вот этот район самый интересный. И след падения мы видим вот тектоническая активность от этого удара имела, видимо, очень большой радиус. Она оторвала новую землю от северного побережья Сибири. И она же разрушила вот эту вот местность. Скорее всего, Кудзонов залив сам не является следом падения куска спутника. А он просто появился от затопления опустившейся земной коры. А вот эта местность полностью изменена. Вот она шла как трещина. Представьте, какие тектонические разломы здесь происходили. А что же было вот на этом месте? И это нам показывает очень хорошо одна из реконструкций. Вот это вот. На левой части мы видим карту Меркатора. А на правой части исследователи до меня перенесли гиперборею именно в то место, где она действительно находилась. И где находился полюс. И как мы теперь с вами видим полюс находился здесь. Здесь была гора Меру. а на этой карте он, кстати, тоже тут же находится. То есть, она совпадает. Но не совпадают береговые линии. Вот эту вот часть исследователи перенесли сюда. Но реально она не здесь. Сейчас мы это посмотрим. Сейчас уменьшим чуть-чуть масштаб. Вот эта часть, что неправильно на этой реконструкции, она где-то была вот здесь. А расстояние от новой земли до вот этого вот двигателя. Вот. Как-то вот так вот. Здесь была небольшая земля и все это переходило в новую землю. То есть, получается, что часть спутника вот здесь вот где-то упал. Упала где-то вот здесь вот если перенести на эту карту. То есть, она ударила практически в сушу. Почему я перенес эту карту эту часть не так, как эти исследователи, а вот сюда? Потому что вот он пролив Аниан. Вот он современный Берингов пролив. Как-то вот так вот это происходило по моей реконструкции. Но как мы видим вот эта вот часть это не часть Гренландии. Это часть вот этого затонувшего куска Северной Америки. И вот он образовавшийся Гудзонов залив. Вот здесь начал образовываться этот Гудзонов залив. А Гренландия современная это и есть вот этот вот остров. То есть, все оставшиеся острова это части вот этого материка. Где-то с суша поднялась то есть вот вот этот клин. Где-то она утонула. То есть вот так вот еще скорее всего был как-то вот этот вот кусок выглядел. но теперь я думаю всем стало ясно и траектория падения частей лели была вот такой вот. Падал ли кусок лели до этого мы сейчас будем разбираться. Ну как мы понимаем что направление движения падения было вот в эту сторону. вернемся к картам. Вот мы видим опять этот район. Вот наше падение. Первая точка касания которую мы обнаружили по направлению ко второй. Там у нас вторая точка касания это траектория. Как мы с вами знаем вот этот весь район есть засыпанная песком так называемая восточная Сибирь и Якутия. И здесь леса растут на песке. То есть кроме твердых частей больших кусков падала еще всякая мелочь и облака песка далеко не разлетелись а упали вот в этот район засыпав его. И межпотопная цивилизация после 17-18 веков через большой промежуток времени порядка 100 лет в начале 19 века высадила вот эту сибирскую тайгу которую сейчас 250 лет. То есть высадка была примерно в 20-30 годах 19 века прямо перед самой второй катастрофой перед самым вторым потопом который произошел в 1840 годах. Потому мы в Сибири и видим тайгу 200-летнюю и много деревьев высаженных которые 100-150 лет. те деревья уже высаживались в местах высадок погибших лесных полос уже в конце 19 века. Ну это Сахару Сибирскую я вам объяснил. Песок видимо сыпался везде и на дно моря и там дальше но вот здесь он встретился с сушей и высыпал сюда большим объемом. Где было при этом само разрушение Лели пока непонятно. Но можно сделать вывод что орбита спутника Лели проходила примерно вот так вот. А вот бывший полюс где-то он был здесь. Вот новый полюс современный северный полюс. А перескок как мы говорили произошел в промежуточную точку куда-то сюда. То есть полюс сначала пошел сюда и в 19 веке перескочил сюда. Это мы с вами уже говорили. Но вот он тот полюс в Ирландии по которому нужно ориентироваться по орбите Лели. И этот полюс нам показывает что траектория падения Лели была очень под большим углом плоскости эклиптики то есть порядка 70-80 градусов. Вот летала сама Леля. Где ее разрушили в каком месте нам пока непонятно. Сейчас будем это искать. Как мы понимаем один из ее частей упала сюда. Одна из частей вторая у нас упала вот сюда. Падали ли еще какие-то ее части. Но при разрушении конечно части большие могли немного и разлететься и находиться где-то в районе этой орбиты дальше. То есть мы обозначим это пунктиром только. То есть где-то близко к траектории падения должны находиться еще какие-то части разрушенные. Скорее всего не на две разрушилась части а больше. Попробуем это найти на поверхности планеты. Вот наш след от удара в районе Камчатки. И есть очень сильный след большой в районе Филиппин. Вот он. вот наш Камчатский след а вот след в районе Филиппин. И этот след как будто сюда упало несколько частей порядка трех. Если они отклонились от заданной траектории падения вот этой то в принципе это объясняет их падение в этом месте. Могли ли они отклониться? Ну теоретически да. Но вот это вот сейчас у нас чистая гипотеза. Изменить область Приморья, Японию. вот Япония до этого была круглым островом, судя по карте. Корея не была полуостровом и побережье было примерно вот такой формы. теоретически этот удар мог изменить вот мы видим от него образовавшуюся горную гряду вот этих тектонических изменений. Он мог изменить этот район, но мог изменить еще этот район и вот этот упавший спутник. Тогда здесь вообще творился полный хаос. Упавшаяся часть. Но это пока догадка. Может быть вот это след от чего-то другого. Потому что изменить это побережье мог действительно упавший вот этот кусок. Изменить форму Японии, оторвать Южную Корею. То, что он оторвал Камчатку и затопил эту область, это и так понятно. Но что это за след второй? Пока мы выскажем только гипотезу, что это тот же такой же кусок Лели. Вот он упал в районе Японии. Как же у нас до этого выглядела сама Япония? Опять обратимся к этой карте. Вот она кругленькая. Вот какие-то гряды островов. Корея где-то до нее должна быть вообще далеко. Но пока мы это рассматривать не будем. Мы поняли, что в 17-18 веках по нашей реконструкции время первого потопа изменилась вот эта вся территория. как она выглядела раньше. То сейчас этого нету. Вот здесь где-то у нас образовалась Камчатка. Вот здесь где-то у нас образовалась Охотское море. Как-то здесь у нас образовалась Корея. Карта совсем другая. И что изменило эту область мы понимаем по следам оставшимся на дне океана. И вот этого следа и вот этого следа. Но есть у нас еще какой-то странный след в районе Филиппин. Что случилось с Гипербореей мы тоже теперь понимаем. Но самое главное мы понимаем датировку. Это испанская карта 15 века. То есть до 15 века по крайней мере по этой карте была такая ситуация. Вот так вот выглядели материки и вот эти вот районы. Но мы с вами знаем что в основном по данным многих исследователей Гудзонов залив и Охотское море на картах начали появляться после 1625 года. И одну из датировок мы и установили. 1625 год это мы делали в ранних фильмах. Здесь мы на это заморачиваться не будем. Но мы знаем что хронологический сдвиг еще дальше. И это реально произошло в 90-х годах 17 17 века или где-то в районе 1700 года. Вернее в 90-х годах 17 века то есть 1690 год может чуть раньше и где-то 1710 год. Мы установили рамки этой катастрофы границы временные. что мы видим еще на этой карте то есть опять разбившиеся в гипербореи вот эти острова которые сейчас существуют Гренландия как ее часть мы видим что Южная Америка привыкала как-то к Антарктиде что же здесь могло произойти опять подойдем к гугл картам вот у нас направление падения вот этого куска запомним его и пойдем по нему дальше по этому направлению и куда же оно нас приведет правильно вот сюда вот предположительно еще один след падения третьего куска или четвертого если то то Филиппин был третьим или был кучей кусков и опять он вызвал тектонические изменения скорее всего Антарктида была пошире Нужная Америка была пошире это тоже все затопленный шерф и Антарктида соответственно имела какие-то другие формы а здесь пробоина и на той карте которую мы с вами рассматривали действительно это хорошо видно более широкая Южная Америка в этом месте и совсем другие отчитания Антарктиды этот кусок прилетел вот сюда все здесь изменил но по крайней мере этот кусок четко соответствует траектории вот этих двух упавших а вот этот кусок на Филиппинах который от Японии как бы отходит он уклонился мог он конечно уклониться но опять пока это непонятно вернемся Google карта теперь еще раз прочертим примерную траекторию или примерную орбиту если это траектория являлась орбитой или вокруг Земли то есть она была у нас достаточно в высоких широтах вот ее орбита я не думаю что она не соответствует траектории падения взрыв конечно мог немножко это все изменить если предположим удар произошел отсюда то какая-то часть отделившаяся и могла отлететь и упасть вот здесь вот в районе Японии остальные части упали здесь здесь а какая-то из частей видимо долетела аж до Магелланова пролива и отделила Южную Америку от Антарктиды но опять же мы с вами это пока исследуем логика одна что мы видим территории которые были до 17-18 веков и которые исчезли а что это были за территории о территории мы с вами все знаем вот карта Тартара и Магула вот эти два города которые сейчас на дне Восточно-Сибирского моря а вот пирамиды Каракарана по описанию здесь была долина царей очень похоже на то что эта часть спутника упала именно где-то вот здесь которая упала в Северном Лидовидом океане то есть она попала в сушу также мы знаем карты Камбалу вот он пронив Аниан река Колыма Кол-Уна Камчатка образовалась где-то видимо на этом разломе вот по этим горам как раз образовалась Камчатка и скорее всего вот эти горы и есть границы затопленной территории вот это все ушло под воду вся провинция Катай и это теперь дно Охотского моря вот еще есть карты этих местностей то есть опять мы видим выступающую часть но об этом говорили многие исследователи вот нет Камчатки вот здесь опять же появилось Охотское море вот здесь земли ушли на дно это карта Грустины района Тобольска вот примерная реконструкция орбит по которым Фата Луна Луна Месяц Луна Лели летали вокруг Земли но эта карта видимо не соответствует такая реконструкция как мы теперь понимаем что орбита Лели была близко полюса и угол наклона орбиты Лели к плоскости эклиптики планеты был примерно 70-80 градусов мы рассмотрим еще карты какие мы знаем вот опять Камбалу опять Пролифомиан это все карты Тартарии вот этих очень густо заселенных районов вот опять у нас Багулу Тартар ушедшие территории я привожу просто разные карты чтобы всем было понятно вот опять хорошая карта это этой местности опять ушедшая территория под воду вот здесь образовалась Камчатка и вернемся опять к гугл-картам как мы уже неоднократно рассказывали особенно в нашей части фильма часть 5 гибель Тартарии механизм потопа что вызвал этот это привнесение массы то есть вот он бывший полюс примерно здесь масса на гироскоп была фактически принесена в приполярные районы высокоширотные и принесенная масса она фактически являлась подвешенной практически на грузик гироскопа от центра массы очень близко к рычагу они конечно и там попадали потому прицессия вызванная этим привнесением массы была максимальной вот она примерно допустим нарисуем ее так окружность прицессионная которую начала выписывать земная ось и вот в какой-то точке она и остановилась достаточно тяжело рисовать на компьютере но я думаю всем это понятно что прицессию вызвал как раз таки удар близкий к полюсам что же вызвала эта прицессия а вызвала она как мы уже с вами говорили движение мирового океана который просто перехлестнулся через Евразию видимо и не только через Евразию и пошли волны сюда то есть в момент катастрофы был сильный тектонический удар были огромные землетрясения плюс пошло цунами которая перехлестнула Евразию о механизме это мы уже говорили наполнила бассейны пресноводных озер в районе Каспийского моря как мы говорили это была низменность на 100-200 метров эти озера были своим зеркалом ниже уровня мирового океана на тот момент черных морей черное море в основном перескок произошел из Каспийского по кумам аныческой впадине а вот наименее всего пострадало как мы говорили это русская равнина и восточная Европа здесь скандинавские горы выступили волнорезом вот там перехлестнула западную Европу попала в средиземное море а вот эти вот районы остались относительно нетронутыми не совсем нетронутыми волна конечно же прошла но здесь она уже силу свою потеряла и вот Занкт-Петербург был уже затоплен просто шедшей водой как-то это было так но это опять наша гипотеза как происходил следующий удар в 19 веках мы с вами будем дальше рассматривать ну я думаю всем понятен механизм что же случилось в 17 18 веках и это было не миллионы лет назад так мы видим из предыдущих карт которые я вам показывал действительно очертания материков были совсем другими я с этой карты не согласен только с приросшей Контарктиде Австралии и что за этот остров я не знаю по остальным материкам мы опять видим просто немножко другую картину здесь понятно что совсем другая картина здесь нет гудзонового пролива и существует то что считалось погибшим очень давно вот это вот территория гипербореи очень интересная территория приполярная и самое интересное что на всех картах мы видим могул тартар камбалу но на территории гипербореи ни на одной карте никаких городов мы не видим что было там до катастрофы 17-18 веков пока непонятно это все темы дальнейших исследований итак мы с вами рассмотрели произошедшие в 17-18 веке события которые непосредственно и вызвали этот глобальный потоп прохождение мегацунами из северного ледовитого океана через евразию и затопившего все низменности средиземноморских черноморских каспийских пресноводных озер которые находились своими зеркалами обрезами воды на 100-200 метров ниже уровня мирового океана на тот момент а сам механизм прецессионного движения оси земли я думаю вы поняли тоже еще раз напомню что все части обломки спутника леля упали в приполярных областях как раз подвесив грузик на самый кончик гироскопа и создав большой фактически максимальный возможный рычаг между центром масс земли и точкой подвеса этого грузика из-за чего и вызвалась очень большая прецессия то есть ось загуляла по окружности и полюса начали описывать прецессионные окружности остановившись потом в случайных точках этих окружностей при их затухании а волна была вызвана сдвигом водных масс относительно литосферы теперь внесу небольшую поправку я назвал упавший спутник леля но это моя гипотеза почему вы увидите дальше откуда мы знаем название леля из славянских вет я не нашел пока информации как эта леля называлась в других источниках но остановимся пока на этом названии и здесь пока возникает вопрос какой из трех спутников упал первым леля или фат но месяц не падал мы его сейчас знаем как луна находящийся на орбите вокруг земли но уже без гидросферы и атмосферы и скорее всего гидросфера месяца просто замерзла на его поверхности а атмосферы нет по нему тоже как мы видим наносились удары но слава богу он не упал а упали более мелкие фата с лелей из описания вет леля меньше чем фата была но они оба были намного меньше месяца и еще раз повторюсь как все-таки летающие города с населением они имели свою атмосферу и гидросферу искусственная она была или естественная пока непонятно но все-таки они являлись обитаемыми землями из вет мы знаем что лелю разрушил даджбок уничтожив на ней базы каких-то негативных для нашей планеты существ так это было или нет сказать трудно кто же все-таки уничтожил лелю но она стала жертвой войны разразившейся на самой планете земля конечно же со мной сейчас будут многие спорить и приводить мне доводы о том что леля упала много тысяч лет назад цитировать веды но процессе нашего можно так сказать расследования мы пользуемся только логикой оставшимися на земле артефактами какими-то документами из которых можно что-то найти вот как в этом случае мы нашли карты но нашли не мы их а другие исследователи и указали эту дату 1625 год и теми следами которые остались на земле а самое главное последствиями всего этого так вот те земли татара могула области камбалу которые оказались сейчас на дне первые восточно-сибирского моря вторые на дне охотского моря это был самый центр управления глобальной державой тартарией или Русьюяра как говорит Чудинов и погибли они эти области не 13 тысяч лет назад не 100 тысяч лет назад а судя по представленным картам которых сейчас очень много погибли они как раз на рубеже 17-18 веков и как мы видим на картах там был город с названием похожим на Каракарум где была долина царей и были пирамиды мы знаем из описания что войск в столице Камбалу было около 500 тысяч столько-то конных столько-то пеших представьте размеры этих городов так на тот момент Европа которая из одноименного стишка одного из классиков это Европа это был самый кончик на западе Евразии а центр Евразии был как раз таки на Тихом океане и как ни странно в этот центр на Тихом океане или рядом с ним упали куски илели и как мы потом с вами поймем ифаты но все-таки я думаю самые большие последствия нанесла все-таки леля и вот этот японские острова превратившиеся из того что недавно показывали в фильме как из японского большого острова образовались вот эти вот кучка маленьких островов это все произошло именно от падения лели в 17-18 веках падение вызвало огромные гравитационные силы огромные землетрясения которые поопускали литосферные плиты и область Камбалу была затоплена превратилась в мелководное относительно Охотское море и область Тартар превратилась в Восточно-Сибирское море и в районе Японии и Кореи произошли такие же изменения береговой линии скорее всего большая часть населения или подавляющее большинство населения Дальнего Востока погибло фактически все вот теперь и вопрос случайно ли в этом месте упали обломки спутника леля но вот первый обломок который упал в Гудзоновом заливе он и уничтожил ту территорию четырех островов которых мы видим на карте Меркатора я вам это показал вот карты этой территории в отличие от карты Монгула Тартара Камбалу нет нигде что же было там а это все-таки территория Гипербореи которая тоже получается утонула и была уничтожена на рубеже 17-18 веков все что я вам сейчас рассказал это пока гипотеза ее нужно исследовать по крайней мере этого еще из исследователей не говорил никто никто не рисовал траектории Фат и Лели и все-таки все относили это к более древним временам но как вы сами видите по исследованию материальных свидетельств вывод приходит аналитически только такой со мной сейчас будут конечно же многие спорить но факт остается фактом и в окончании этой серии я хочу ответить на вопрос который мне больше всего задают в комментариях кто бомбил кто бомбил так кто же бомбил а кто же бомбил здесь опять включаем логику если уничтожены и территории Северной Африки и территории Тартарии обоих противоборствующих сторон то это плод все-таки войны между ними если бы было реальное вмешательство третьей силы то мы бы видели разбомбленную Тартарию и сейчас цивилизацию европейскую на североафриканском континенте на территории Северной Африки и Европы и не было бы пустыни Сахары если бы победили наоборот мы бы сейчас не видели бы Европы а все бы жили на берегу Тихого океана и полюс бы конечно бы переместился после этой войны как он и переместился в другое место но все равно где-нибудь в районе Владивостока мы бы купались в таком же море как сейчас в Сочи но на этом я эту часть фильма заканчиваю до свидания подписывайтесь на наш канал ждите следующего фильма там мы будем рассматривать механизм падения спутника Фаты в Сочи Продолжение следует...